дорогие друзья всех приветствую сегодня мы находимся в лесах Нижегородской области в Вачском районе дорогие зрители посмотрите какая красивая аллея из сосен конечно они были так посажены специально смотрите какая красота мы гуляем по зимнему лесу стоит легкий морозец где-то около 12 градусов но это нас не смущает мы хотим сегодня здесь немного погулять когда-то здесь находился пионерский лагерь который назывался следяночка этот пионерский лагерь был от филинской следяной фабрики но сейчас он практически весь как я понимаю снесен сперва развандалин но тем не менее места здесь прекрасны и мы немножко по ним погуляем я иду по этой аллее под ногами первозданный снег лишь редкие следы попадаются скорее всего это следы зайцев больше я думаю вряд ли может и лисица заходила на больше здесь никого нет смотрите какой замечательный сосновый лес вокруг да когда-то для отдыха детей строили пионерские лагеря таких замечательных местах здесь в окружении маленьких сосенок стоят руины какого-то кирпичного здания теперь уже нам ни за что не догадаться что могло в них когда-то находиться но может быть случайно это видео посмотрит кто-нибудь из тех кто помнит этот лагерь кто когда-то здесь отдыхал и напишет мне в комментариях что это было за здание возможно это был клуб возможно столовая находится это самом центре лагеря то есть скорее всего все таки наверное это руины клуба места конечно очень живописные очень красивая и смотрите что хочу вам показать здесь рядом соснами растут березки и если пройти чуть дальше то там начинается березовая роща сосны заканчиваются я иду по первозданному снегу дыхая ароматный зимний воздух ни с чем не сравним по бывший территории пионерского лагеря следяночка дорогие зрители не могу не обратить ваше внимание вот на эту шикарную сосну скорее всего камера вряд ли передаст ее величие огромная шикарная сосна мы идем вдоль небольшой речки скорее всего как я понимаю здесь была речка но сейчас она конечно занесена снегом и впереди я вижу какие-то руины скорее всего это остатки от корпусов пионерского лагеря они из красного кирпича сейчас мы подойдем к ним поближе мы подошли к останкам красного кирпичного здания что же могло в нем находиться ну оно не похоже однозначно не похоже на жилой корпус я думаю что скорее всего жилые корпуса здесь были деревянные а кирпичным было столовая и клуб у меня есть такое предположение что первые руины это был клуб в первых руинах ну а здесь скорее всего столовая но повторяю это только мое предположение поскольку сейчас догадаться об этом уже невозможно вот здесь опять же чьи-то следы какого-то зверька здесь мы видим остатки помещений сейчас они напоминают ходы в катакомбах очень похоже на кухонные помещения здесь возможно были санузлы судя по плитке да когда-то было большое здание до того как она была развандалина разворована ну и впоследствии снесено и здесь же рядом с руинами красного здания мы видим вот такую площадку я предполагаю что скорее всего когда-то здесь находилась танцплощадка скорее всего здесь была сцена купол но опять же это только мое предположение я конечно могу ошибаться это может сказать мне только тот кто помнит этот лагерь живым и мы подошли к этому озеру если можно его так назвать может быть пруд когда-то я думаю что ребятишки которые отдыхали в этом пионерском лагере я думаю что они в нем купались оно полностью покрыто льдом думаю что это рукотворный пруд специально для детишек отдыхающих в лагере следяночка ну а эти сломанные деревяшки по ним как раз ребята спускались в пруд еще раз хочу вам показать эту панораму старых сосен высоченных прежде чем мы будем уже покидать это место вот такая у нас вышла сегодня небольшая прогулка по зимнему лесу по территории где когда-то находился пионерский лагерь следяночка огромное спасибо всем тем кто посмотрел это видео очень надеюсь что оно не оставило вас равнодушными я вижу это видео я могу 2 я могу сказать я могу сказать